В столице Литвы, Вильнюсе, на улице Витянию, строение 50, располагалось одно из крупнейших предприятий, вильнюсский электротехнический завод Эрфин. Это было оборонное предприятие по изготовлению электродвигателей для военной специальной техники. С начала 50-х годов 20 века завод начал производство бытовой аппаратуры для населения, электропроигрывателей и магнитофонов. В 50-е годы магнитофоны только начинали завоевывать рынок. Большинство аппаратов тех лет были громоздкими и очень тяжелыми. И вот с осени 1956 года в Прибалтике начали выпуск магнитофона с палец, что в переводе с литовского означает «октябрь». Он был одним из первых переносных магнитофонов, и хотя вес его немаленький, составляет 13 килограмм, но с этой задачей мог справиться уже один человек. Отправляясь в гости с магнитофоном, можно было взять несколько запасных катушек с лентой, уложив их в крышки магнитофона в специально отведенных для этого местах. Корпус выполнен в виде деревянного чемодана, отделанного тисненной искусственной кожей с различными вариантами цветового оформления. Сзади расположены гнезда для подключения соединительных проводов для записи и внешнего громкоговорителя. По бокам корпуса расположены вентиляционные решетки для выхода горячего воздуха, нагреваемого пятью радиолампами, плюс двигателя. Чтобы не допускать перегрева, в инструкции по эксплуатации предупреждали не превышать свыше трех часов беспрерывной работы магнитофона. Довольно странным выглядит решение разработчиков поместить 1-ватный громкоговоритель между магнитофонными катушками. Мало того, что сами катушки его перекрывают, так еще и вся грязь и пульт попадают в звуковую катушку, совсем из этого вытекающего. У данного магнитофона пришлось полностью разбирать динамик, чтобы его очистить. Диапазон воспроизводимых частот от 70 до 8000 Гц, имеется регулятор, позволяющий менять окраску тембра. Рядом с этим регулятором находится отверстие для индикатора уровня записи. На мой взгляд, тоже очень неудобное решение, из-за своего маленького размера. Чтобы индикатор разглядеть, приходится заглядывать в его недра. В более ранних экземплярах индикатор располагался сразу заголовками, это было гораздо удобнее. Этот магнитофон выпущен в 1958 году, скорость воспроизведения у него одна, 19-я. Максимальный размер вмещающихся катушек номер 18, продолжительностью звучания 30 минут каждая сторона. Рассчитан на работу с поставлявшейся в СССР лентой восточно-германского производителя Атфа Вольфен, типа ЦАЖ и нашего производства ТИП-2. Лента эта выпускалась с 1955 года и до конца 60-х. Шосткинским химзаводом впоследствии завод переименовали в СВЕМУ. Впервые в СССР именно на этом магнитофоне появилась шкала расхода ленты для упрощения поиска фонограмм на катушке. В 50-е годы на катушках эта шкала еще не печаталась. Самый неприятный момент для меня в обращении с этим магнитофоном, это научиться фокусу под названием «Заправь ленту в щель блока магнитных головок». У меня и так это получается не всегда, а тут дело усугубляется еще и тем, что при намотке ленты на пустую бобину, она старается улизнуть из рук, так как вторая бобина в это время начинает вращаться в противоположном направлении. И при этом не забываем про рвущуюся ленту тех лет. В общем, надо иметь либо железные нервы, либо привыкать. Можно, конечно, немного упростить задачу, если снять вот эту крышку, но она несъемная. Вернее, ее можно снять, но для этого нужно открутить сначала вот эти два винта. Судя по тому, что большинство этих магнитофонов, доживших до наших дней, сохранились без этой самой крышки, то трудности с заправкой ленты были не только у меня. Я работала машинисткой, работа стоила 10 копеек страницы, нужно было напечатать страниц много, но я, не прекращая усилий, печатала довольно быстро, заработала, но заработать одно, а купить его другое. Я разузнала, что в военторге будет завоз с палецов. Я стояла с ночи, и, наконец, я его купила, и сбылась моя мечта. Но эта пленка, натянутая на катушках, имела свойство рваться, и что с этим делать, я не знала. Я изобретала сама способы полечить. Сначала я аккуратно зашивала через край нитками, вот так терялись какие-то слова песни, и перескакивала в серединке песни, но, тем не менее, катушка звучала. Лента-протяжный механизм довольно примитивной конструкции. Приводился в движение от одного двигателя с помощью одного длиннющего пасека, уложенного восьмеркой. Именно из-за этой конструкции лента при заправке и убегает из рук. Переключение режимов осуществляется клавишами, которым закреплены стальные проволочки, тяги, включающие тот или иной узел магнитофона. Переключать режимы нужно строго по инструкции, через клавишу «Стоп», иначе это сразу приводило к обрыву ленты. У магнитофона не предусмотрено никакой блокировки от случайного включения записи. Случайно нажали клавишу и испортили имеющийся фонограмм. Кстати говоря, при записи на магнитофон ручка регулятора тембра становится регулятором громкости, а ручка громкости уже регулирует уровень записи. К концу жизни у магнитофона появлялся довольно неприятный дефект в виде сильно плавающего звука. К тому же, с появившейся в 70-х годах новой, более тонкой лентой, так называемой долгоиграющей, магнитофон обращался весьма грубо, растягивая ее и заминая при переключении режимов. От работы их стали отстранять уже в 70-х, заменяя на более совершенные модели маяков, нот, комет и других магнитофонов. Невыброшенные из палеса отправлялись на антресоли до лучших дней или же отдавались на забаву подрастающему поколению, которое их добивало окончательно, а некоторым прививая любовь к радиолюбительству. Несмотря на все недостатки, которых было много и у других его однопесочников, магнитофон был очень популярен у населения. Завод же закрыт, и информации о нем практически нет, поскольку он был высекречен вплоть до 2000-го года. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok